Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я думаю, что вас очень заинтриговало название этого ролика. Да, речь пойдет именно о том, как одевают меня мои зрители и есть ли мода в Америке. Мне примерно месяц назад доставили большую такую посылку с тремя образами, с тремя сумками от моей зрительницы. Я вообще очень благодарна ей. Спасибо тебе огромное за то, что заботишься обо мне. Вообще, как бы нам, блогерам, мне кажется, всегда везет, потому что нас часто одевают, нас кормят, нас возят куда-либо и нам еще косметику присылают. В общем, мечта любой женщины. Становитесь блогерами. Я даже хочу начало этого ролика посвятить вам, моим зрителям, выразить вам огромную благодарность за то, какие вы у меня крутые. И как вы мне помогаете. Отвечайте на любые мои вопросы. Если я чего-то не знаю, вы мне подсказываете. Если я приехала в какой-то незнакомый город, находится обязательно зритель, который проживает в этом городе, который приглашает меня к себе домой переночевать или просто встретиться на ланч, или погулять, показать город. Сколько поддержки от вас, сколько приятных слов. И это меня очень вдохновляет, радует. Спасибо вам большое. Ну и как выяснилось у моей дорогой зрительницы, свой собственный магазин с одеждой, с аксессуарами. Она мне любезно написала, представила, сказала, пожалуйста, хочешь выбирай что-нибудь, что тебе нравится. Конечно, я понимаю, что в пределах разумного. Можете написать в комментариях, что вам больше всего понравилось. Поддержите мою зрительницу, она молодец. Я, кстати, все ссылки на вещи оставлю тоже в описании под этим видео, чтобы вы посмотрели. Может быть, вас что-то заинтересует. Потому что у нее на самом деле очень прикольные модели. Они кое-какие модели уже сами отшивают. Я знаю, что сумки они сами отшивают. Магазин Сабелина называется. Вот. И начнем сразу вот с этой юбки. Эта юбка вообще звезда моего инстаграма, моего ютуб канала. Я очень часто в ней. Во-первых, она скрывает все недостатки. Во-вторых, у нее очень красивый серебряный цвет. Это плессированная атласная юбка ниже колен и на высокой талии, на высокой посадке. И ее можно надевать как и под обычную шелковую маечку, так и под футболку белую. Сочетать ее можно с кедами белыми, а также с любыми туфлями. Ну а вот сейчас наступит осень, зима, и эта юбка будет классно, вообще круто смотреться с каким-нибудь объемным свитером. Ну и так как я очень люблю рюкзаки, я решила заказать тоже в серебряном цвете рюкзак. Мой серебряный остался, к сожалению, в Алматы. И я поняла, что мне в гардеробе как раз-таки не хватает вот таких серебряных сумок. Когда вам нужно много всего с собой носить, воду, кошелек, камеру, телефон, снеки для ребенка, салфетки, капли для глаз, помаду, пудру. То есть вам нужно много всего носить, вас спасет рюкзак. Такого же стиля у меня поясная сумка, как и рюкзак в виде мозаики. Это тоже силиконовая сумка, поясная сумка, которая подчеркивает талию, и вообще удобно носить поясные сумки. Даже вот я хожу на пробежку утром, я беру с собой поясную сумку, потому что в сумку я кладу обычно телефон, воду, и да, у меня бутылочка с водой помещается, там что-нибудь еще, ключи кладу от дома, и иду, руки свободные, очень удобно. Эту сумку они тоже сами произвели, здесь так и указано, что это бренд Сабелина, как и называется магазин, собственно. Очень она вместительная, удобная, поясная, они до сих пор в моде, не вышли еще из моды, так что обратите внимание. Хочу показать вам очень элегантное платье, которое выполнено из стрейча, по фигуре полностью, и классическая модель а-ля Шанель, а-ля Диор, то есть это безусловная классика. В этом платье вы будете выглядеть очень изысканно, элегантно, оно подчеркивает фигуру полностью по фигуре, и знаете, ничего лишнего на нем нет, на нем есть единственное, что белые полосочки, но они только подчеркивают вашу фигуру, стройнят, и этот нежно-розовый цвет, он потрясающий. Это платье можно носить как и в офис, так и на какие-либо вечеринки, потому что оно как бы одновременно и строгое, и в принципе нарядное. Силиконовыми бывают не только груди, девчонки и мальчишки. Сейчас стали изготавливать из наносиликона вот такие классные сумки. Эта сумочка очень маленькая, красивая, я использую ее как клач. Платье, кстати, вот это розовое, тоже идеально подходит под эту сумку, или сумка под платье. Лично я очень люблю платье оверсайз, особенно по утрам, или по вчерам, или вообще всегда. Я бы всегда носила оверсайз, но меня часто ругают, что, типа, Женя, там, с твоей фигурой нужно ходить в обтяжку, не носи такие вещи. Но я люблю иногда, знаете, когда не хочется ничего такого надевать, выделяться, одеваешь вещи оверсайз, потому что в них очень удобно. И вот это платье тоже оверсайз, оно, посмотрите, какое широкое. Казалось бы, что это не мой размер, но нет, это специальный такой фасон. И за счет того, что это платье выполнено из хлопка, в нем не жарко, оно дышащее. И мне это, конечно, очень подходит, потому что во Флориде, сами знаете, жарко. Я в Америке нахожусь, в принципе, недавно, ну, сколько здесь я уже, 7-8 месяцев, ой, как время летит, будто вчера приехала. Конечно, мода здесь есть, но она присутствует в основном в больших городах. И еще хочу сказать, что вся Америка разная, каждый штат уникален по-своему. И, наверное, процентов 70 людей в Америке не одеваются вообще. То есть одеваются обычно, классический вариант, ничего сверхъестественного, никак не выделяются. Это какие-то обычные шорты, какие-то майки, футболки. Ну, по крайней мере, во Флориде здесь так, потому что здесь жарко. Но Калифорния, смотря тоже, какие города, если это большие города, то, конечно, да. Особенно Лос-Анджелес, это фэшн город, фэшн. Там даже магазины такие, что вы заходите у вас, просто голову срывает от того, насколько крутые коллекции, и нигде этого такого в жизни не встретите. Там как будто бы эти вещи не то чтобы шьют, а их как будто бы находят где-то. Там можно одеться на качела, на фестиваль. Там можно одеться, в принципе, на любой фестиваль. На Burning Man, бутики, магазины в Лос-Анджелес будто бы специально созданы для того, чтобы продавать вещи на фестивале. Вот я сделала такой вывод. Потом мода есть в Нью-Йорк. Конечно же, мода есть в Нью-Йорк. Я живу не в большом городе, я живу около Донтауна. Одного это Тампа, и второй Донтаун это Сен-Пит. В этих городах внутри Донтауна, да, мода какая-то есть. И то я бы не сказала, что такая мода, как, например, в Алматы. В Алматы намного прикольнее, красивее, моднее одеваются девушки и мальчики. У нас почему-то все равно лучше и ярче, потому что, ну, конечно, Алматы это бывшая столица, Москва столица, да, наши девчонки отличаются стопроцентно. Но, что касается моего города, особенно вот, где я живу, Palm Harbor, здесь вообще ничего такого я не встречала. Никого, ничего. Магазины допотопные в плане Zara, H&M, Target. Ну, где одеваются еще люди? Обычные супермаркеты, Target, TG Maxx, Marshalls. Единственный магазин, который меня здесь радует, это Forever 21. Там действительно всегда ультрамодные последние новинки, недорогие вещи, и можно, в принципе, модно одеться. Но остальные магазины, взять даже Zara, H&M, такое впечатление, что они сюда привозят прошлогодние коллекции. То есть, либо слишком маленькие магазины, либо вообще что-то такое странное, непопулярное и неразвито, так как в наших странах. Поэтому мне не слишком хочется здесь выделяться, в наших именно вот этих поселочках. Только если я еду в Донтаун, на встречу там с подружками, я, да, я одеваюсь. А если я где-то здесь по району, это Palm Harbor, Clearwater, еще там что-то, Larga, я, конечно, стараюсь одеваться более-менее скромно, обычно, потому что на меня будут смотреть, как на приезжую. Иногда просто хочется слиться в толпе, чтобы не обращали на тебя внимание. Соответственно, если ты хочешь, чтобы на тебя обращали внимание, то давай, да, одевайся ярко, крась, делай full make-up. Сразу с утра, как я вот в Инстаграме смеялась, что девчонка мне написала, что я, ну, изменилась, стала не такой красивой, наверное, модной, как была раньше, во всем виновата Америка, и вот ты на пробежке, там я утром снимаю какие-то stories бегаю, а ты там с гулькой на голове, без макияжа, типа давай прекращай, так не делай. А я себе так иду и читаю, и думаю, что извини меня, я в 8 утра отвела дочку на автобус, и у меня, во-первых, не было физически времени накраситься перед автобусом, ну, думаю, ладно, упустим этот момент. И второй момент, как бы я и не особо хочу краситься, потому что я иду на пробежку, я знаю, что после пробежки я обязательно пойду в душ, смою в себе все это, то есть зачем мне забивать свои поры, краситься на эти 40 минут, которые я просто гуляю по району и никого не встречаю, кроме оленей. Да, я живу сейчас в таком месте, где не особо все модные, если модные, то только в донтауне, одеваюсь я только в донтаун, либо для съемки видео, и обычно я хожу реально с гулькой на голове, без макияжа повседневно, потому что у нас очень жарко, макияж течет, и не походишь особо макияжа днем, но если нужно, я накрашусь. Ну, я понимаю, что девушка написала мне в том смысле, что я такая вот не накрашенная, не встречу здесь никого, буду такая вот не накрашенная, всех отталкивать. Но я вам скажу такой момент, я заметила наоборот, что когда я не накрашенная, обычно одета ко мне больше подходит знакомиться, чем я когда накрашенная, потому что мне кажется, я все-таки пугаю мужчин, когда я все-таки при параде, и немного отталкиваю тем самым мужчин. Я не знаю почему, может быть, я выгляжу дерзко, там, как стервозно, или они меня боятся, или еще что-то. Ну, когда я без макияжа, такая вот, на мой взгляд, я такая страшная, ко мне подходит знакомиться вообще с удовольствием, я не знаю, с чем это связано. Ну вот и все, в принципе, все мои вещи закончились, и я надеюсь, вам понравилось это видео. Еще раз повторюсь, что я ссылки оставлю под этим видео в описании. И хочу сказать о том, что я продолжу такую болтологическую рубрику, потому что мне есть что рассказать, мне есть что поделиться. И давно уже накипело, наболело, так сказать. Я все буду как бы дозированно, порционно вам выдавать. Не все сразу, хочу это сделать как-то постепенно. Может быть, начну с самого начала, и вы обо всем знаете. То, что вас интересует. Вот, я знаю, что вас очень много всего интересует, и я не могу скрывать, молчать долго, потому что я публичный человек, и я уже и так вас впутала в свою жизнь, да, и теперь я что-то там скрываю. Это как бы, наверное, нечестно. Хотя это моя личная жизнь, она не должна никого касаться, но я скоро обо всем вам расскажу. Так что спасибо всем, тем адекватным зрителям, которые со мной, которые поддерживают меня. Кто-то недавно появился, кто-то со мной уже на протяжении 7-5 лет, очень давно, и это прекрасно. Так что всем вам огромное спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...